Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях журналист Антон Красовский. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер. Из Ставрополья приходят удивительные истории. Ставропольский суд приступил к рассмотрению дела местного блогера Виктора Краснова. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих за высказывание «Бога нет» в социальной сети ВКонтакте. Там, если шире смотреть, он сказал, что «Бога нет», и это всё ваши там, ну или это всё просто еврейские сказки. Видимо, речь шла о Ветхом Завете, я так предполагаю. Почему? Новый Завет, они тоже еврейские сказки. Ну, хорошо, да, сказки... Там тоже про евреев. В любом случае, да. Я думаю, кстати, для жителей Ставрополья это окажется редкой неожиданностью. Они узнают, что все герои Нового Завета евреи, а, например, не казаки. Ну, да, Мария, мы думали, русское имя. Хорошо. Так вот, возвращаясь, собственно, к этому делу, статья об оскорблении чувств верующих предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет и штраф. Скажите, пожалуйста, для чего это нужно? Ну, слушай, я, во-первых, абсолютно убеждён, что дело не имеет никакой судебной перспективы. Мне кажется, вернее так, опять же, я уверен, что человека оправдают, потому что, ну, просто потому что... Я, честно говоря, даже не знаю, как это дело суд примет. Но, с другой стороны, мы прекрасно всё понимаем про наши суды, уж тем более про Ставропольские суды. Ставропольским судам я рекомендую обратить внимание тогда, например, на Михаила Сергеевича Рыбачева, бывшего первого секретаря Ставропольского обкома партии, который всю свою жизнь, все 85 лет, говорит о том, что Бога нет. Может быть, Михаил Сергеевича им надо бы осудить, например, по этой статье за оскорбление чувств верующих. Владимира Владимировича Познера можно осудить. — Ну, дело всё в том, что там есть некие потерпевшие. Это же не просто суд сам по себе. — Нет, я понимаю, конечно. — Правда, они отказываются участвовать в судебных заседаниях. — Ну, вот в этом проблема, да, вообще всех наших судебных заседаний, что в том, что они не являются в судебных заседаниях. Вообще довольно смешно комментировать то, чего на самом деле не существует, да, поскольку не существует никакого суда, но при этом есть судебные заседания. Ну, же, сроки натуральные, убийства натуральные. Вот там цапки убили. С таким же успехом можно сказать, что цапки представляют Российскую Федерацию, понимаешь, потому что нет никакой разницы между цапками и, как он называется, с Тавропольским судом. Это одно и то же. — Вот как. — Ну, конечно. — Хорошо, во всяком случае, вы перспективы у этого дела не видите. — Ну, я надеюсь, но, с другой стороны, человека могут по этому делу, например, осудить на 15 лет, и никто не удивится, и все об этом забудут на следующий же день. — Ничего себе. — Вот как сегодня Надежду Савченко осудили на 23 года. — Еще не осудили. — Ну, осудили. — Прокуратура считает вину в убийстве журналистов доказанной. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, требует 23 года общего режима. — И еще 100 тысяч рублей компенсации ФМС за незаконное пересечение границ. — Да. — Куда вы вывезли, по-моему. — Как это нужно понимать, и какие перспективы... — Надежда Савченко. — Да. — Опять же, мы не знаем, какие перспективы в переговорном процессе между Россией и Украиной, и мне почему-то кажется, что все будет хорошо, опять же, в контексте взаимоотношений России и Украины, поскольку я продолжаю считать, что русские и украинцы — братские народы, что сейчас на меня набросятся все жители Украины, но тем не менее это так, поскольку лицемерие русских и украинцев находится приблизительно на одном уровне. Поэтому я считаю, что, конечно, Надежду Савченко и Олега Сенцова обменяют на кого-то, кто там есть сейчас в плену УСБУ, и кто, так сказать, будет осужден независимым украинским судом на те же самые 22 или 28 или 157 лет. И Надежда Савченко окажется на родине в городе Герои Киеве и будет продолжать утверждать, что русский язык она выучила в России. — Скажите, пожалуйста, а вы-то считаете, Савченко могла быть причастна к убийству журналистов? — Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. — А материалы суда вас чем-нибудь ожидают? — Я вообще не понимаю, что значит «могла быть причастна» или «не могла быть причастна». Если я правильно понимаю, Надежда Савченко находилась в рядах вооруженных сил Украины. — В добровольческом батальоне Айдар. — Хорошо, это неважно, в каком добровольческом, недобровольческом батальоне. Важно, что это регулярные части вооруженных сил Украины. Регулярные части вооруженных сил Украины совершенно точно с точки зрения Российской Федерации вели боевые действия. С точки зрения Украины вели антитеррористические действия. То есть, безусловно, эти люди стреляли и не в воздух. — У меня нет никаких сомнений, что Надежда Савченко тоже стреляла. Она, по-моему, этого не отрицала ни разу в ходе судебного разбирательства. Она отрицала, что она имела какое-то участие к смерти вот этих вот людей. Я не вижу вообще предмета для суда. Вот, это война. И никаких военных преступлений не совершено. Какие-то люди на войне погибают, это очевидно. А если я правильно понимаю, опять же, люди погибли на территории Украинской республики. Русские журналисты ведь погибли на территории Украины. Я правильно понимаю? Ну вот как-то мне кажется, что вообще смешно судить человека, который участвовал в военной операции на территории своей страны, а будучи гражданином своей страны, почему-то судят в России. Мне вот это непонятно. Мне кажется, вот это уже, так сказать, некое юридическое и международное преступление. Вообще само наличие вот этого суда над людьми, которые ведут боевые действия на территории своей собственной страны, которая пока что существует как член Организации Объединенных Наций. Ну, пока еще она не вся же аннексирована. Нет, не вся. Не вся. Ну, вот. А скажите, а вот вы вообще как считаете, как из этой ситуации выходить всем странам? Потому что там много двусмысленностей и двойных стандартов. Одни называют это боевыми действиями, другие антитеррористической операцией, третие говорят, что там нет никаких вооруженных людей, это какие-то там... Нет, вооруженных сил нет, люди есть, а сил нет. Люди есть, сил нет. Они слабенькие люди. Ну да, такие не сильные люди. Хорошо. Но ведь в какой-то момент нужно будет все-таки назвать вещи своими именами, и какие-то вещи, в том числе и преступные, ну, как-то с ними нужно будет разобраться. Ну, слушай, во-первых, нет никаких научных доказательств, что все вещи, которые надо бы назвать своими именами, называются своими именами. Так или иначе, если не существует международного суда, который вдруг говорит, что мы назовем вот эти вещи вот такими именами, и они приобретают имена свои. Как правило, международных судов не бывает, и в данной ситуации я не вижу, кстати сказать, повода для такого большого международного трибунала, поскольку, ну, я, опять же, меня сейчас осудят все на земле, вся альберальная общественность, но я не вижу здесь военных преступлений, геноцида против человеческих, там вот этого всего, после чего начинается военный трибунал. А главное, что военный трибунал, он же всегда находится в контексте какого-то реализма. То есть никто не будет судить людей, которые управляют страной, обладающей ядерным потенциалом, пока этот ядерный потенциал тут есть. Вот, и такой трибунал возможен только внутри этой страны, вот нашей страны, в которой мы сейчас с вами живем, поскольку эта страна, опять же, сейчас все украинцы будут расстреливать мой портрет цветной или черно-белый, но эта страна, Россия, является доминантой в Восточной Европе. Вот это так. И здесь Россия пока что еще будет принимать решение. Значит, будет здесь военный трибунал или не будет здесь военного трибунала. Следующие русские власти будут принимать решение. А правильная это была война или неправильная это была война. Вот, поэтому, понимаешь, я не знаю, как это называть своими именами. Вот мне нет никакого названия своих имен, понимаешь? С одной стороны, мы все понимаем, что там были русские войска. Ну, конечно, мы понимаем. Да, там были русские войска, это никто не отрицает. Но основное количество людей, которое дралось на стороне этих русских войск, это же были люди, которые там жили. Основное количество людей, вернее так, те люди, которые голосовали в Крыму, это же крымчане. Это же не какие-то привезенные из Ростова, из Тюмени, из Сызрани русские люди, которые вдруг вбросили какие-то бюллетени, как любят делать на русских выборах. Нет, это проголосовали бывшие граждане Украины, сами, вот как единый уста, пошли радостно к этим избирательным урнам и кинули эти избирательные бюллетени за вхождение в Российскую Федерацию. Вот, это нарушение, может быть, международных норм, как угодно. Но это были граждане вот этой Украины, которые себя гражданами вот этой Украины никогда не считали. И более того, никто в Украине не считал их гражданами своей страны, поэтому всегда все говорили, ну мы же вашему Крыму давали, мы вот вам деньги давали, никто никогда крымчан не считал украинцами. В этом проблема. Проблем вообще очень много. Антон Красовский, журналист со своим особым мнением. Мы продолжим разговор после небольшого перерыва. И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает журналист Антон Красовский. И мы закончили предыдущую часть на том, что проблем вообще огромное количество. И, кстати, очень часто говорят о том, что все проблемы, в том числе российско-украинские, растут из распада СССР. Чуть ли даже не Владимир Владимирович Путин нам намекал на это. Главная геополитическая вообще беда, катастрофа XX века, это не Вторая мировая война, не Холокост, не эпидемия Испанки, а, безусловно, распад Советского Союза, в результате которого погибло 150 человек. Ну, день юбилея Горбачева мы видели, многие уже по этому поводу высказались. Выскажитесь и вы. И вы по поводу Михаила Сергеевича Горбачева. Я, во-первых, никогда не видел в жизни Михаила Сергеевича Горбачева. Да вы что? Никогда не видел в жизни, только по телевизору видел в жизни, несмотря на то, что знаком со всеми его внучками, например, дочерью. Я поздравляю Михаила Сергеевича Горбачева, которую я не видел никогда в своей жизни, с 85-летием. Я желаю ему долгих лет. И я рад, что к концу жизни, ну, вернее так, к этому возрасту, Михаил Сергеевич обрел, наконец, в общем заслуженное признание. Вы считаете, что так? Конечно, да. Потому что вот я сейчас, я листаю уже ленту в Фейсбуку, но многие там люди молодые, они младше меня, они не помнят временно о Горбачеве. Мне было 16, когда Горбачев перестал, когда развалился Советский Союз, а в основном этим людям было там, ну, максимум 10. И они очень трогательно рассказывают о нем, о том, что главное в Михаила Сергеевича, я сегодня читал такое у Кати Гордеевой, главное, конечно, не то, что он был президентом, не свобода, вот это все ерунда, а главное, что он жену свою, Раису, Максимовну любил. Это, конечно, очень важно. И действительно, Михаил Сергеевич был человеком про любовь, я был, человек про любовь. И вопрос только в том, хватает ли любви для того, чтобы руководить такой огромной, странной, страшной страной, как Россия. Можно ли только на любви выдержать и вытянуть эту страну? И вот, собственно говоря, то, что эта страна развалилась, но это не его вина, безусловно, она должна была бы развалиться. Но вот стало понятно тогда уже, что только на любви вся эта страна управляться не может. Другое дело, что обвинять, опять же, в том, что она развалилась, Михаил Сергеевич, было бы довольно странно, и вообще в том, что происходило, обвинять только Горбачева довольно странно. И опять же говорить о том, что давайте поменяем любовь на ненависть, как и сейчас ненавистью будем управлять Россией, это совсем смешно, потому что ненавистью уж точно нельзя управлять, ни миром, ни страной. Ну, я прошу прощения, если говорить о том, что было, когда вам было 16, а мне там, соответственно, 18. Да, так вот я что хочу сказать. Вспомните, люди, которым было 18-20 лет, которые сегодня пишут трогательные посты про Горбачева, что вы писали или думали о нем тогда? Вот вспомните, актуализируйте свои личные воспоминания вот в тех самых 90-х, 91-м годах о Михаиле Сергеевичу Горбачеву. Вот в те годы, когда был напротив Ельцин, когда нечего было жрать, когда было холодно, голодно. И когда была Прибалтика, когда был Тбилиси, когда был Нагорный Карабах, когда тысячи русских беженцев бежали с Северного Кавказа. Вот вспомните вот это. Вспомните саперные лопатки на улице Руставели. Вот это вспомните. И напишите тоже что-то трогательное про Михаила Сергеевича. Я поздравляю Михаила Сергеевича. Он был на фоне всех людей, которые были до него. И на фоне тех людей, которые есть сейчас, безусловно, выдающимся лидером. Он, вне всякого сомнения, привел нашу страну, опять же, так скажем, в наши страны. Это разные страны. И это всем здесь важно понимать. И людям в Прибалтике, и в Грузии, и в Азербайджане, и в Украине, и в Молдавии. И в тех странах, которые не пришли туда, а пришли совершенно в другое место, типа Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Вот там, где вы находитесь сейчас, вас привел, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев. Если вы ему за это благодарны, окей. Вы-то ему благодарны? За что? Нет, я ему не благодарен. Он для меня, еще раз говорю, для меня Михаил Сергеевич человек, которого я никогда не видел. Для меня он неинтересен вообще. А как политический деятель? Ну, вот как политический деятель он для меня тоже неинтересен. Я понимаю всю, так сказать, бесформенность этой ситуации, в которой тогда находился Советский Союз. Я понимаю, что с этим ничего нельзя было сделать. Ну, можно было побольше расстреливать, можно было поменьше расстреливать, можно было побольше сказать, можно было поменьше сказать, можно было побольше разрешить или поменьше разрешить. Можно было протянуть еще два года, а можно было уйти на два года раньше. Но это все равно бы случилось. Советский Союз все равно развалился бы, потому что жрать было нечего. И люди, которым нечего жрать, и которым нечем кормить своих детей, они выйдут на улицу и убьют человека, от которого они ждут еду и лекарства. Это абсолютно очевидно. Понимаете? И вот, собственно говоря, мы понимаем, на чём сейчас держится Путин. Потому что людям есть пока чего жрать, и есть пока те лекарства, которые им нужно глотать. Пока ещё. Скоро их не будет, и люди, конечно, выйдут на улицу. Вот. И можно вот так, если с этой точки зрения смотреть на Горбачёва, ну, слушайте, я... То есть он не помешал историческим событиям свершиться? Да, ну, то есть, вот видишь, пишут, что главное в нём было то, что он любил свою жену. Он стоял вместе со своей женой за руку и смотрел, как страна разваливается. Но он действительно ничего не мог сделать. Я считаю, что он ничего не мог сделать, и спасибо ему большое, что какой-то идиот случайно не нажал красную кнопку, и ракета не полетела в сторону Мичигана. Хотя я сомневаюсь, что они могли куда-то улететь, эти ракеты. Ну, у нас же был один случай, когда Михаил Сергеевич был настолько опасен, что был заперт в Форосе, а некие более решительные... Сумишь, они же тоже не нажали ничего, потому что ничего не летало, я уверен. А вот они-то почему проиграли, как вам кажется? Да ну, потому что их не было вообще. Это абсолютно фиктивные такие персонажи. Уже не было... Ну, танки даже были. Ну, слушай, ну, это два танка, которые были. Это же вообще смешно, и под ним погибло три человека, как мы помним. Поэтому, с точки зрения, опять же, революция, это ни о чём. Да, вот, например, кто помнит, кто такой Бауман? А вот во времена Баумана... Николай Ронестович? Да, вот во времена Баумана там погибло человек 70. Вот, во время... Там в одном районе Москвы, которая была маленьким городом во время первой революции. Вот, 1905-го года. Поэтому это вообще всё ни о чём. Вот, понимаете, тогда уже было противостояние Ельцина и Горбачёва, которое не закончилось, между прочим, до смерти Ельцина. Они же, в общем, не здоровались, фактически. И, безусловно, был, конечно, абсолютно выдающийся, действительно национальный лидер Борис Николаевич Ельцин, который в это время уже находился. Можно как угодно его ненавидеть, ненавидеть там расстрел Белого дома. Говоришь, настоящая демократия вот была тогда при Горбачёве, когда все, так сказать, Ниш... Как его звали? Рафик Нишанович. Рафик Нишанович. Да, Нишанович, так сказать, руководил каким-то съездом там. Вот, понимаете, вот это вот была настоящая демократия, а вот при Ельце не была ненастоящая демократия. Да, это вот, конечно, всё смешно. На самом деле, конечно, вот такой вот был дубчик в те времена. И я им желаю долгих лет. Он действительно милый такой дедушка с палкой. Правда? Ну, хорошо. Вот, кстати, Дэн пишет, Северная Корея тоже жрать нечего, ничего не разваливается. Этот вопрос всё время всех занимает. Какая степень нечего жрать? Да, ну, потому что Северная Корея – это немножко другая страна, да, и немножко по-другому управляется. Там где-то нечего жрать, а где-то есть чего жрать. А главное, что всё-таки вопрос же в том, насколько люди внутри одной нации заточены на то, чтобы стрелять друг в друга, да. Русские, на самом деле, не очень на это заточены, как это не смешно. Русские, в общем, довольно европейское. Ну, то есть, вернее, у русских был огромный период в жизни, который мы, конечно, уже забыли, и, возможно, он вернётся в каком-то виде, в гражданскую войну, я имею в виду, после 1917 года. Но это вообще очень травматичный опыт, когда люди... Вы имеете в виду гражданскую войну? Ну, конечно, когда люди стреляют друг в друга, когда брат стреляет в брата, когда сын стреляет в отца. Это, правда, очень травматично. И вы, когда... Вот опять же, вы серьёзно задумаетесь, способны ли вы сами на это. И вы поймёте, что, в общем, не очень многие люди на это способны. Вопрос, например, были ли здесь способны войска, которые были введены в Новочеркасск? Ну, так они же, в общем, ну, слушай, ну, это разные, опять же, вещи. Когда у тебя есть маленький локальный конфликт, да, ты его подавишь. Ну, то есть, вот у тебя есть маленький локальный конфликт, например, там, в Вильнюсе, или маленький локальный конфликт в Белисе. Ты вводишь какие-то там другие войска, и вот они там достают сапёрные лопатки. Но способны ли, вот, например, жители города Москвы стрелять в жителей города Москвы? Я думаю, что да, но не бесконечно. Это невозможно... Тешительно. Ну, конечно, ну, конечно, вот если им дадут сейчас приказ стрелять, они, конечно, будут. Но если им дадут приказ стрелять направо и налево, а напротив них будут вооружённые люди, которые тоже будут стрелять по ним, и по их детям, и по их жёнам, я совершенно не уверен, что они будут это делать. Собственно говоря, мы же увидели, что было в Киеве. Да, вот на самом деле, Вы думаете, что Виктор Федорович не хотел стрелять? Конечно, хотел. Просто мало было людей, которые были способны стрелять в Киеве. Прямо вот натурально из автоматического оружия. Это Антон Красовский со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы совсем скоро вернемся. И снова с вами программа «Особое мнение». В студии журналист Антон Красовский. Еще одна тема, мимо которой никуда не пройдем. Прямо эта история с убийством ребенка, которая уже вроде бы подтвердилась показаниями задержанной вот этой няне. Мульчихры. Да, которая подтвердила то, что это она совершила и поджог, и убийство. И вот Аллах ей приказал это сделать. При этом еще появилась информация о том, что сообщники и пострекатели могут находиться снаружи, и их тоже нужно найти. Вы верите в сообщников и пострекателей? Нет, конечно, не верим в тех сообщников и пострекателей. Но картинка-то вроде бы похожая. Я верю, что, может быть, там были какие-нибудь подстрекатели в каком-нибудь интернете на каком-нибудь ваххабитском сайте, или где они там сейчас все тусуются и знакомятся. Я ничего не могу сказать по поводу того, что вот вы же знаете, у него было 15 лет шизофрении. Вот я ничего про это не знаю, что у него было 15 лет шизофрении. Нам об этом сейчас говорят информационные агентства, которым сказали это говорить. Или которым дали такую информацию, чтобы они нам об этом рассказали. Я ничего не знаю про эту шизофрению. Видели мы все картинку с вами, вернее, не все, а те люди, которые умеют пользоваться интернетом, поскольку федеральные каналы не один эту картинку не показал. Да, видели мы картинку, как женщина в мусульманских, так скажем, не традиционных мусульманских, а в мусульманских консервативных одеждах. С головой ребенка бегает вокруг метро «Октябрьское поле», а вокруг от нее шарахаются менты на протяжении часа. Нам сегодня объяснили, что там все, милиционеры все сделали абсолютно по инструкции. Конечно, да, они все сделали абсолютно по инструкции. Точно так же, как они покойного Бориса Ефимовича Немцова свинчивали за минуту по инструкции, также они час не могли свинтить женщину с головой, с отрезанной головой ребенка по инструкции. Понятно, что это разные инструкции, винтить Немцова и винтить женщину с отрезанной головой. Безусловно, это очевидно. Это разные инструкции из разных отделов. Один просто работает хорошо, другой плохо. Но что-то говорить. Понятно, что вопрос главный. Почему не сказали федеральные каналы? Это действительно главный вопрос? Мне кажется, да. Почему же? Ну, потому что это локальная история, совершенно очевидно связанная с личной или частной жизнью одной женщины, с очевидно трагической судьбой. Даже если у нее нет шизофрении, или она там не развелась со своим мужем, как нам сообщают и так далее. Это женщина, которая находилась в трудных обстоятельствах в чужой стране, получая маленькие деньги, посылая все эти деньги куда-то к себе туда, в свой этот самый Узбекистан, который пошел вот таким вот путем, по которому он пошел, тоже благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, между прочим. Потому что человек, которым управляет еще при Михаиле Сергеевичу Горбачеву, был первым секретарем. И это ее личное дело. Это не какой-то там теракт. Это не то, что там взяли, захватили заложники. А это мы просто понимаем, что людям не сказали, чтобы люди не пошли резать узбеков. Только и всего. Конечно. Но у меня нет никаких сомнений по этому поводу. Вот опять же интеллигентная московская публика начала что-то говорить там про синег духу. Вот Антон Долин там пишет, что вот это обобщение, сейчас все будут обобщать. И это чистая правда. Люди действительно будут обобщать, но котики, они и без вас будут обобщать. То есть поверьте, те люди, которые смотрят Первый канал, они не пойдут резать узбеков. Пойдут резать узбеков те люди, которые читают вот эти сайты, которые читаем мы с вами. И они их уже прочли. Уже вчера был какой-то митинг. Они их уже прочли. Все нормально. Все уже узнали. И если бы они их захотели, значит, они бы это сделали. Вот. И если они, вернее так, если они хотят, они это сделают. Здесь не должно быть никаких сомнений. И на самом деле не должно быть никаких сомнений, что все равно какое-то противостояние на националистической площади здесь в России будет. Ближайшие, ближайшие несколько лет серьезное противостояние. Не то, что там 10 тысяч футбольных фанатов пройдутся по Тверской улице по заказу из Кремля до Манежной площади, чтобы выпустить пар. Нет. А будет действительно серьезное противостояние. Здесь нет вариантов никаких. Почему? Ну, потому что так идет. Таков исторический процесс. Понимаешь? Это все равно, что обвинить Горбачева в конфликте в Нагорном Карабахе. Вот так идет исторический процесс. Он такой. Русские очень долго были, так сказать, нациемонополистом на этой территории. Более того, русские очень долго были нациемонополистом в этом огромном городе. А более того, огромное количество русских, которые сейчас проживают в этом огромном городе, не из этого огромного города. Соответственно, им надо самоутверждаться здесь, как русским и как москвичам. И одновременно с ними в этот огромный город приехало несколько миллионов, давайте называть все вещи своими именами, несколько миллионов людей из других стран, которых выглядят совершенно по-другому. Русские к этому не готовы. Понимаете? Американцы условные, да, к этому шли несколько столетий. Но немцы тоже не готовы? И немцы не готовы. Ну, немцы прошли, я хочу тебе сказать, через 1933-1945 годы. Да. Вот ровно к тому, к чему они теперь подготовились. Они прошли вот через эту внутреннюю травму стыда за то, что они немцы. Немцы 6 миллионов человек сожгли, прям натурально, в печах. Просто потому, что они чуть-чуть выглядели не так, как немцы. Немцы прямо вот с сантиметриком черепа, как мы помним, обмеряли. Так что вот не надо про немцев. Немцы всю Европу на голову поставили. Антон, а что нужно пройти такой, нужно иметь такой опыт, чтобы не совершать подобных ошибок? Либо это должна быть действительно, русские все-таки гораздо более толерантны, опять же, как это не смешно, чем немцы. Потому что русские, в отличие от немцев, жили в огромной империи. То есть я говорю про вот эту доминирующую нацию вот на этой территории. Но, тем не менее, спасибо Советскому Союзу и государям-императорам, которые создали эту огромную империю. И русские, в общем, с детства привыкли видеть разных людей. Они не привыкли, что этих разных людей становится в одном пространстве больше, чем их. Вот к этому они не привыкли. И вот эта ситуация, конечно, взорвется. И, конечно, все это власти прекрасно это понимают. И поэтому они не хотят этого взрыва. И, конечно, поэтому не сообщили почему-то об этом на Первом канале. Ну, и не надо на Первом канале. Москвичи и так об этом узнали. А какие есть другие методы, кроме как не сообщать о национальности, скажем, преступников? Какие еще есть методы эту ситуацию сглаживать? Действительно вводить жесткий вызовый режим, высылать? У нас были и такие тоже периоды. Ну, нет, но есть огромное количество пиаровских методов, которые, конечно, власть смогла применить. Ну, например, конечно же, эту прекрасную гульчихру должен был задержать какой-нибудь милиционер из Узбекистана. Ну, то есть, правда. Это вы сейчас про того арабского полицейского в Париже помнили? Я не помню про арабского полицейского в Париже. Который в кошерном магазине террористов обезвредил. Ну, например, это тоже такая история про пиар. Это все история про такой пиар и анти-пиар. И власти это прекрасно понимают, они к этому готовы. И в этом нет ничего ужасного. Мы прекрасно понимаем, что надо управлять большим количеством довольно расстроенных людей. И не самых умных людей. А есть кому этим заниматься? Есть люди, у которых есть достаточно для этого знаний и сил? Безусловно, проблема в том, что у людей, которые сейчас управляют Россией, и тем более управляют вот этой системой, конечно, нет таких, как мне кажется, вообще способностей. Ну, ничего страшного, придут другие люди на их место. Чем меньше у этих людей способностей, тем меньше им управлять страной. Но другое дело, тем травматичнее, опять же, будет переход к новой власти. Потому что люди не умные, вот Михаил Сергеевич Горбачёв человек умный, или Борис Николаевич Ельцин был человек умный, поэтому, так сказать, переход в власти совершался, ну, в общем, не очень кровавым образом. Или вообще не кровавым образом, да, как в случае с Ельцином. А нынешняя власть, мне кажется, не очень умная, и поэтому переход будет, безусловно, кровавым. Вот даже так. Ну, конечно. То есть выборы, это всё абсолютная ерунда, и... Выборы, это всё развлекаловка для Максима Каца и Димы Гудкова. Это вот им нравится, яблоко это нравится, вот там... Про яблоко очень много спрашивают. Молодой кандидат в президенты 2018 года Григорий Явлинский, занявший четвёртое место на выборах 1996 года. Даже Михаил Дмитриевич Прохоров на выборах 2012 года занял уже третье место, с цифрой, по-моему, под 10. А вот Григорий Алексеевич уже тогда, в 1996-м, больше семи не набирал. Вот такой будет перспективный у нас кандидат. Вообще перспективная партия, молодая, задорная. А скажите, а есть какая-то партия, из которой можно сделать быстро и новую? Нет, конечно, есть партия под названием «Русский народ». Он очень быстро, как любой вообще большой, талантливый народ, он очень хорошо, быстро организуется. Поверьте, как только скажут, вот, дорогой русский народ, есть свобода, давай, русский народ моментально организуется. Вот всю эту шелупонь, вся эта шелуха прямо моментально отлетит, в сторону своей Аки, и будет там плавать на катамаранах. А русские люди будут нормально выбирать людей. В разные партии, в прекрасный свободный парламент, в свободные суды, в свободную полицию. Все это есть. Говорить о том, что здесь в России нет, и вот как, и кто, все само по себе произойдет. Знаешь, вот опять же, как это произошло тогда при Горбачеве. Ну, не было, а стало. Вот прям дали, сказали, все, можно. И тут же раз все стало можно. Так, значит, нужен один единственный человек, который выходит в телевизор, и говоришь, можно. Конечно, да. Конечно, нужен один единственный человек, который выходит в телевизоре и говорит, можно. Это абсолютно очевидно. Это, собственно говоря, поэтому телевизор контролируется до уровня, я не знаю, канала «Усадьба». Ты не можешь ничего сделать, потому что это все контролируется в администрации президента, потому что как только даже на канале «Усадьбы» или на канале «Спас» выйдет хоть один идиот, который скажет, что можно, все в это поверят. Нельзя, друзья мои, нельзя ничего, нельзя. Расслабьтесь, нельзя. Все хорошо. Владимир Владимирович Путин здоровый человек, он в хоккей играет. Научился недавно. Это надолго. Сейчас правда реально, может быть, вредна, спрашивает наша слушница Юлия. Приходится ведь признавать, что выгоднее, конечно, признать, например, няню невменяемой, чем разбираться, действительно ли Аллах призывает мусульман убивать и так далее. Но не только в связи с няней. Вообще вот есть вредная правда. Вот про что? Это какой-то бессмысленный философский вопрос. Почему? Вот он у нас в жизни существует. Это есть. Вот сейчас вы объяснили нам, что по телевизору нельзя говорить, чтобы народ не побежал резать определенных людей. Но при телевизоре можно сказать правду так, чтобы народ тоже не побежал резать определенных людей. Вот это тоже надо понимать, что правду всегда можно сказать просто разным образом. Можно правду сказать так, как принято говорить ее у нас, а можно сказать правду так, как принято, например, ее говорить в Норвегии. Я вот очень вам всем рекомендую, вот помните вот эту знаменитую историю с Брейвиком, и там была фантастическая история, когда выступил король Норвегии перед жителями Осло. И это была фантастическая речь, где он сказал, что никогда никто, ну это такая очень классическая европейская история, что никогда никто не сломит наши свободы. Это, в общем, она такая очень американская тема. Вот на самом деле мы просто не привыкли к тому, что преступление может не повлечь за собой то наказание, которое мы считаем заслуженным. Вот так, понимаете? Мы реально считаем, что мы определяем степень наказания, и оно должно, как говорит у нас сопрезидент Владимир Владимирович Путин, асимметричным. Вот это не так. Мы с вами и тем и отличаемся от преступников, вот от тех людей, которые отрезают головы детям, тем, что мы не имеем права на асимметричный ответ. Как только мы думаем, что любое наказание должно повлечь за собой вот этот самый асимметричный ответ, мы становимся точно такими же гульчихрами, в точно таких же черных платках, с точно такими же детскими головами, в руках и ножом. Вот мы такие до тех пор, пока мы не поймем, что наше наказание должно быть мягче, чем преступление. Кто-нибудь когда-нибудь пытался в России эту идею продвигать, как вам кажется, что наши наказания должны быть мягче, чем преступление? Гуманными. Гуманными, да. Да слушайте, проблема в том, Ольга, что те люди, которые каждый день с кафедры говорили эти вещи, сейчас лежат на Бутовском полигоне, расстрелянные теми людьми, которые их так и не услышали. В этом беда России. О бедах России говорили журналистам Антоном Красовским. Это его особое мнение. Всем спасибо. Всего доброго. Продолжение следует.